Всех приветствую на WallStreetOnline и как обычно каждую пятницу в 20.00 мы рассмотрим основные эффечесные рынки, но сегодня необычный будет обзор. Немного мы уделим внимание ребятам, которые открыто торгуют и их сделки можно видеть в рейтинге. Публичные трейдеры, кто-то тренируется, кто-то только учится, кто-то уже более опытный. Вы сегодня в рейтинге увидите много старичков, которые снова и снова доказывают, что можно на рынке справляться и ребята радуют. Так, пробегает периодический слайд с топ 20 по CME Fords. Бонусы за первые три места по CME Fords закреплены. Кто видит свои никнеймы в рейтинге, выделенном оранжевым квадратиком, это те, кто самые-самые топовые трейдеры за март 17. В общем, все, кто в принципе в зеленой зоне закрыли квартал уже молодцы, то есть это достойно, потому что даже если в ноль закрыли, слава богу, что не отрицательной зоне. Ну и те, кто неоднократно доказывает свою компетентность и профессионализм, те в рейтинге постоянно фигурируют. Давайте посмотрим более статично на рейтинг и потом, возможно, на выходных, либо уже в крайний случай в понедельник, будут размещены на социальных сетях списки и как только вы увидели свою фамилию, не фамилию, а никнейм, сразу же пишите в WolfEx Education, сбрасывайте свой логин и вам будет добавлен бонусный период к вашему пакету. СМЕ в топ-20, который я брал, я выделил с 12 декабря по 13 марта. Я думаю, что все будут не против. В рейтинге также не участвуют трейдеры, которые без никнеймов. К сожалению, вот трейдер, у которого 3 сделки и 2 плюсовые, он на первом месте, но я напоминал неоднократно до конца периода. Впишите свое имя в историю, но, видимо, не услышали, либо не смотрят в WolfEx Education. В общем, вот рейтинг первой по ЦМЕ. Наш, скажем, дед уже фактически рейтинга, Мишка Мед. Вот. Интересная серийность. 60 сделок, 20 положительно закрытые. Видимо, по сопровождению были неплохие позиции. Еще не успел детально все рассмотреть. Также второе место, Billion Pro, тоже завсегдатый. И в рейтинге в 20-ке так точно фигурирует. Уже несколько контрактов наблюдается. Потом третье место занял Коран Куз. Вот новичок, который, темная лошадка, взошел на Олимп и так вот сразу занял третье место. Неплохо. Серийность хорошая. То есть, 30 тысяч сделок, 16 плюсовые. И еще раз доказывает, что контракт можно закрыть плюс даже при такой серийности. Самая еще важная часть – это сопровождение позиций. По максимуму вытащить из тенденций. Не закрыть раньше и не пересидеть, как говорится. Зубр тоже фигурирует. Серийность в рамках нормы. 52 сделки, 28 плюсовые. Цифры профита в рублях. Рейтинг составлен по Total P&L в процентном соотношении. По последней колонке. Нейтрино. Тоже несколько контрактов фигурирует. И достаточно неплохо. Тоже две сделки и, в принципе, сколько еще нужно. Седьмое место. Люкстроник. Ну, это тоже бывалый боец. Неоднократно доказывал, что может, если хочет. Матрикс. Тоже хорошая серийность. Самая такая вот. И поработал 60 сделок, и 40 даже в яблочко. Севен тоже фигурирует часто. Ну, тут что-то у него, видимо, по стратегии поменялось. Очень много сделок. 194. И это по СМГ. Но из них там как-то 93. Получилось вытащить. Кулибин. Как-то не обращал внимания. Возможно, не присматривался. Ну, вот тоже хорошая серийность. Надо посмотреть. Достаточно много прибыльных сделок. Вы, кстати, эти сделки можете посмотреть. Всех приветствую. Кто только присоединился. Мы сейчас буквально немного времени уделим талантливым трейдерам. Ребятам, которые, наверное, круче, чем молчают. Они каждый контракт пашут. И у них получается. Вы можете просмотреть абсолютно любой контракт. Самостоятельно открыть трейдер статистикс. И убедиться самостоятельно, что это не подстроенный рейтинг. Прозрачный абсолютно без каких-либо махинаций. То есть, самостоятельно выделяете период, который вы хотите. И даже можете видеть сделки этих трейдеров на истории. Посмотреть, как они открывали позиции. Life is so short. Если не ошибаюсь, он на Force там отличился тоже. Ну, в общем-то, талант он и на семье, в принципе, будет справляться. Немножко сейчас колонку подвину, а то кто не поместился. Да, там много кто не поместился. Брюс всемогущий. Все тем сделок 35 плюсовые. Ну, на самом деле, вот видите, уже 12 трейдеров. И у них серийность просто показательная. Если бы все так торговали, то была бы бедная цемешка. Порвали бы просто в клочья. Так, долька тоже частенько фигурирует в двадцатке. И этот квартал тоже не сдался. 84 сделки, 38 плюсовые. 46 отрицательных, но, судя по всему, по сопровождению было все четко. Много сделок, очень много. А почти 200 и 72 из них результативные. Много сделок. Ну, можно, в принципе, поменьше. Буквально вот у нас три трейдера в первой двадцатке. У кого больше 100 сделок открывал. В основном до 30 их, максимум 60. Аликс, 7 сделок, 5 плюсовые. Вот так вот можно работать. 7 сделок, 5 в яблочко, 2 там убыточные. Для поддержания тонуса и в отличном. Так, Маус Вар, студент. Еще учится. Ну, вот 10 сделок и 7 успел забрать. Так, семнадцатое место. Hunter Thompson, этот аккаунт. Потом DG's, тоже новичок. Серийность неплохая, в принципе. 28 сделок из 50. Потом у нас 370 чемпион по количеству сделок. Люксарон Стат. Ух ты. Это без остановки, наверное, с пулеметом. И старичок Дизель закрывает с двумя сделками в двадцатку. И еще ATP NGP. Ух, я не люблю такие ники, конечно. Очень тяжелопроизносимые. Но, вот, если не учитывать первого трейдера, который без ника, то двадцатку закрывает как раз этот трейдер. 35 сделок, 16 плюсовые. Вот. Тот 88 вообще одну сделку открыл. И слава богу. В общем, посмотрите рейтинг. Интересно будет. Особенно обратите внимание на трейдеров, у которых 30-60 сделок. И достаточно хорошая серийность. Рейтинг по-другому. Этот за CME. Полностью по CME бирже. По всем инструментам CME. А еще мы отдельно посмотрим по некоторым инструментам. Период с 12 по 13.03. То есть я брал вот так вот. По состоянию ликвидности. Теперь переходим на force. Так. Где он тут force? И здесь мы меняем даты. С пятнашки на пятнашку. По старинке. И вот он рейтинг. Кто только присоединился к сообществу Wall Street Online. Обращайте внимание в большей степени на количество сделок. Колонка closed. Плюсовые позиции и отрицательные. То есть это больше даст информацию о том, как работает трейдер. Уже потом можно открыть, допустим, вот GoTrade. На два трейдера выбывает из рейтинга. 90 сделок, 70 плюсовые. Все отлично. Но просто написать надо было ник и уже бы заслуженно получил второе место. Тут получается Benjamin. Прям все порвал просто. Биржу force. 16 плюсовые. Я думаю на РТС или на РУБЛЕ мы найдем его сделочки и глянем. МИК тоже. 13 сделок, 9 плюсовые. Отчетка. По серийности тут заслуженно. Заслуженно. Бесспорно. И ЯРУИ. Это у нас на третьем месте. Опять сделал 4 плюсовые. Хорошая серийность. У всех трех трейдеров заслуженно получают свои... Ой, sorry. Я неправильно сортировал. Когда переключал на колонку, ошибся немножко. GoTrade на третьем месте. И ЯРУИ у нас полз на чуть-чуть ниже. Но Бенджамин и Аня оторвались достаточно далеко от других. Особенно Бенджамин. Знаем Бенджамина. Достаточно целеустремленный человек. Добивается чего хочет. Я думаю мы не раз его еще увидим здесь. Как минимум в двадцатке. Значит GoTrade. 4 сделки, 3 плюсовые. Тоже заслуженно в принципе третье место. По серийности неплохо. НЕКК или НЕСИС. Ну в общем. Соли если неправильно озвучил. Восемь сделок и 45. В Мишень. АРОНАЛ. Новичок. Кстати вот. Хорошо когда и старички не теряют сноровку. И появляются такие хорошие конкуренты новички. Новая кровь. Новые силы. Возможно даже новый взгляд на рынок. Джек 63. Тут у нас прям десятое место. Даже не десятое. А сколько у нас тут выбывает. Раз, два. Три. Седьмое место. Джек 63. Тут реальный счет. И 163 сделки. 103 плюсовые. Стоит внимания. Заслуженно. Неплохая серийность. Отличная даже я бы сказал. 103 против 46. Тут потом идет Каайман. Я так понимаю. 363 сделки. Там много надо было работать. И 136 плюсовые. Голем Тест тоже фигурирует частенько. Соника. Приятно. Остается опять же в тонусе. Все пока в норме. Не первые места. Но вообще в зеленой зоне. Все кто попали в зеленую зону. Уже молодцы. Так что можете собой гордиться. И даже если есть какие-то там изъяны. Ошибки. Это можно исправить. Голден Тест 2. Тоже так. 150 сделок. Немало. Серийность неплохая. Смотритель. Тоже реальный. Нет. Это еще не реальный счет. 6 сделок. Всего лишь 2 плюсовые. Но судя по всему. Там хорошенько продержал. Стар. Это якобы новичок. Потому что не помню я таких в прошлом контракте. Неплохо начал. Так держать. И тоже новичок. Иванов Дима. Есть в чате сейчас Иванов Дима. Ну в общем держись. Так же. Двадцатку. Даже. Скажем. Больше чем двадцатку. С 17 из 31 позиции. Только появился в рейтинге. И уже отличился. Здесь. Дед. Тоже. Бывалый. Вы уже знаете его по другим кварталам. Давал там огня. И по двум контрактам подряд. Чуть ли там не первые места. Первая пятерка так точно. 166 сделок. И 112. Прямо. Прямо туда. Ну да. Тут. Завсегдаты. Поэтому. Неудивительно. Что. Единственное удивительно. Что не в первой пятерке. Ну. От контракта. Контракту розни. Всякие бывают ошибки. И что-то упущено. Что-то не так пошло по стратегии. Мэлс. Тоже. Знаем таких. 55 сделок. 32 по итогу. И 23 отрицательные. Контракт закрыл плюс. Можешь собой гордиться. Это неплохой результат на самом деле. Многие трейдеры. Мечтают о такой серийности. Шедай. Неплохо. Тоже из новичков. Джон. Астарко. И. Аликс. 0.1. Который в чате. Не может рейтинг настроить. Шесть сделок. Все в яблочко. И. Уже не один контракт. Фигурирует. В первых двадцатках. Ну. Здесь двадцатку точно попал. Потому что. У нас получается. Вылетают. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Жаль. Конечно. Есть хорошие. Трейды у ребят. Пять. Ну вот. Как раз. На двадцатке. И закрывает. Олегс. 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 Так держать. Самое главное. Не сбиваться с пути. Вот такие результаты. Давайте глянем еще быстренько. РТС. Отдельно. И. Рубль. Там свои чемпионы. Контракт. Мы возьмем мартовский. И. Тут быстро. Буквально. Результаты. Посмотрим без. Вот он. Бенджамин. Вот его. Конек. Майк. Потом. Малекс. Пять. Вообще. Видите. Первые четыре трейдера в клочья порвали рубль. Абсолютная победа. Серга Фан. Тоже самое. Неплохая серийность. Голем ТС-2. Тоже самое. Кошмар просто. Такой серийности. Года четыре назад в рейтинге. Трудно было у трейдеров обнаружить. Сейчас. Видите. Как идут все молодцы. Севен. Тоже неплохо. Почти 20 сделок из 30. Вот у нас Алекс на одиннадцатом месте. Даже не на одиннадцатом. А на девятом. Даже не на девятом. А на восьмом. Тут три трейдера вылетает. Соника. Вот она. Отличилась. Вот ее конек. И. Видите. На рубли мало трейдеров работало в мартовском контракте. Посмотрим сейчас на РТС-е. Какие чемпионы. Вот он. Трейдер. 90 сделок. 70 плюсовые. К сожалению. Не анонимно работает. Вот он. Яруи. У нас получается второе. Первое место по РТС. Пять сделок. Четыре плюсовые. Вот он. Джек 63. С реальным счетом. На втором месте. Заслуженно. Причем. Хочу подчеркнуть. Вот он. Новичок. Ароналд. Один сделок. 10 плюсовые. Ну. Прям новички дают. Кайман. Нек. Все неплохо постарались. Старичок. Агран. 220. Не дает. Продохнуть. Молодым. Астарк. Старсоника. На десятом месте. Ну. Если вычесть. То на девятом. Мелс. Тоже неплохо. 32. 23. Шедай. Джон. И. Арджуна. Нанотек. Ну. Как видите. Те же самые. Половина новеньких. Половина старичков. Это радует. Так. Давайте СНП еще затронем. И будем. Уделять внимание. Уже непосредственно обзору. Самому интересно. Кто там на СНП занял. Забрал корону. Алик Старк. Все четыре сделки. Тридцать семь плюсовое. Знаем таких. Учились. Неплохо. Отличная серийность. Если там все четко по стратегии. То так держать. Плутократ. Знаем таких. Четыре сделки. Молодец. Тоже стажировал сам. Севен. Вот он. Нашел свою. Нишу. На СНП. Семь девять. Сделать. Сорок одно плюсовое. Вот. Посмотрите. Не. Потратьте время. Поклацайте. Какие сделки у ребят. Есть такие. Просто талантища. Прям. Сделки такие. Самому иногда хотелось бы открыть. Ну. Если постоянно. Такие сделки открываются. Круто. Так. У нас два одинаковых практически трейдера. Матрикс и AG200 2015. Восемь сделок. Семь плюсовые. По единичке. И там разница в процентах тоже одинаковая. Скорее всего один дублирует второго. Потом идет у нас ATPNGP. Также. Лучше поменять никнейм. Невозможно читать. Маус Варм Студент. Ну. В общем. Все молодцы. Мешкомет даже на восемнадцатом месте. Два. Даже два. Два аккаунта. Ну. Кты. Даже. И этот есть. Ну. В общем. Отлично. И вот у нас. Закрывает двадцать шесть. Агран. Старичок. Еврик. И все. И будем начинать. Это у нас June. А нам нужен март. Семнадцать. В общем. Если вы. Не против открывать позиции публично. Тренироваться. Набивать руку. Либо отрабатывать какую-то стратегию. Милости просим. В рейтинге можно работать. Даже. Если у вас закончился пакет. Либо тестовый период. Мишка мед. Вот он где. Оторвался на СМЕ. Прямо. Обезбашено. Пулемет. Пулемет. И вот он. Люкс. Аронстад. Восемьдесят сделок. Семьдесят плюсовые. Вот этих ребят. Покладывайте сделки. Посмотрите. Я думаю. Найдете что-нибудь интересненького. По стратегиям. Возможно. Вдохновение какое-то будет. Итак. Всех еще раз. Поздравляю. Кто в зеленой зоне закрыл. Так держать. Конкурс продолжается. Он в принципе нон-стоп идет. Все так же сохраняется. Призовые места. Первые три места. Списки будут. Либо на выходных. Либо в понедельник. Так что. Сможете. Их. Уже так официально. Зафиксировать. По новостям. На следующей неделе. Значит. На следующей неделе. У нас. По штатам. Давайте сразу закроем вопрос. Петролевым в среду. В понедельник. В вторник. Будет более-менее спокойный. По штатам. То есть. 20-21 марта. Можно поработать. Как раз. То что натворили. По новостям. На этой неделе. Может. Продолжить динамику. И. Будет спокойно. 20-21. В среду. Еще. По. Продаже. Домов. У нас. В 10. По Чикаго. И. Джанет Елен Спикс. В четверг. Но. В 8. А. В 8 утра. Перед открытием биржи. Почему-то. Джоблэс Клеймс. 8.30. На 23 марта. Поставьте напоминание. Может быть. Штормовое. Такое движение. Джоблэс Клеймс. Странным образом. На втором. Экономическом. Календаре. Нету этого события. Вот. Продажа новых домов. Также в четверг. На 10. По Чикаго. И. Собственно. По таким важным событиям. На штатах. Все. Другие важные события. На следующей неделе. Это. Понедельник в Японии. Праздник. Так что. Кто на востоке торгует. Вот. Потом. У нас. Идет. Заседание. Кредитно-денежные политики. Австралии. Это будет во вторник. Ночью. Могут удивить. Могут не удивить. В общем. С открытия. Во вторник. Аккуратнее. Там могут. Нашкодить. Так. Ну. И. Решение процентной ставки. Новая Зеландия. Это в среду. Поздно ночью. Четверг. Если они. Понизят. Повысят. Может. Открытие. Быть. Даже. На. Российском рынке. Очень. Так. Драгом. Так. Четверг. У нас. Решение. По процентной ставке. Повторно. Почему. Это идет. По. Новой Зеландии. И. Важное. Событие. В пятницу. Процентная ставка. Российской Федерации. 13.30. Поставьте. Напоминание. Прямо. На. 9.30 утра. Перед. Открытием. Биржа. Чтобы у вас. Сработало напоминание. Что сегодня решается вопрос. По процентной ставке. Стоит 10 процентов. Сейчас. Изменения. В какую-либо из. от 10 процентов. Если понизят. Отлично. Это неплохо. Для экономики. Если повысят. Могут. Пройти фиксации. По некоторым акциям. Это вызовет. Небольшую. Динамику. Шорт. 13.30. Еще раз. Пятница. 24 марта. Решение по процентной ставке. Российской Федерации. Сильные изменения. Либо вообще изменения. Там даже на пол процента. Может вызвать высокую волатильность. Будьте осторожны. И так. Переходим на. Новый контракт. Теперь уже. Забываем про март. 17. И. У нас. Свежие уровни. Свежие массивы. И. Это нужно рассмотреть. Начнем по традиции с S&P. Сейчас погрузится данные. Сейчас погрузится данные. Итак. Это с 2015 года. Сентябрь. Котировочка у нас. На дневном таймфрейме. Здесь. Отчетливо. Мониторить. Степень. Колебания. Открытого интереса. Давайте. Немножко. Сейчас. С гридом. Здесь. Подправлю. Чтобы. Не сильно. Бросалась. Куча линий. В глаза. Вот. И. Буквально. Чуть-чуть. Мы сместим. Сейчас. Дисбаланс. Сори. Что-то так. Не подготовлено. Вот. Снизу. У нас. Получается. Гистограмма. Открытого интереса. Сравниваем. С предыдущими. Контрактами. У нас. Средств. И. В районе. То есть. Прошлый. Контракт. Порядка. Там. Два с половиной оборот. Два и семь. То есть. Был пик и три миллиона. На самой верхушке. И. Новый контракт. Вот он. Пока. Вот только. Выходит на. Такие. Серьезные. Обороты. Наполнение рынка. Наполнение рынка. Нужно. Анализировать. Прикидывать. И. Рассчитывать. Там. Часть фиксации. И так далее. То есть. Чисто открытие. Особенно первую неделю. Это. Можно даже не. Ну. Все. Переходят. Со старого. На новый контракт. У нас. Три дня фиксация. Это вообще не нужно торговать. И. Фиксация пошла уже 6 марта. То есть. Вот. Видите. По очереди. То открывает. То закрывает. И. Вот. Стабильно. 6 марта. Уже можно было не торговать. Так. У нас. Держится на. Ну. Если позиционирование учитывать. То мы. На таком потолке находимся. То есть. На максимуме. Отметка. 2400. Прямо вот. Вот. Рядом. Это мы не забываем. И. Степень ликвидности. У нас. Уже идет. Миллион триста. Пиковые значения. Около двух миллионов. Проскакивали. Миллион восемьсот. Сейчас. Пока. Такое ощущение. Идут просто в рабочем режиме. Без какого-то ажиотажа. Похоже. Что. В. 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 Ну. В. Легкую. Могут. Пока не будет сильно изменять процентную ставку Фомка, Елен, они могут оттягивать до осени даже эту процентную ставку и играться этими ожиданиями. Они любят эти маневры делать. Кто помнит процентную ставку, там разговоры начались зимой, а ее начали менять только осенью. Осенью только начали менять. И все как на иголках ждали каждую Фомку, каждое решение по процентной ставке, все просто были в ожидании. И так прям весь год протащили и всех помучали. Поэтому поменяют, либо же введут какую-то новую систему. Посмотрим. Пока вот СНП после фри выборов Трампа, посмотрим, что он там управляет, его политику и какие действия будут с его стороны происходить. Так, ликвидность идет стабильная, рабочая, но без каких-то, как видите, аномальных выбросов. То есть, похоже, что мы еще не получили какой-то важный триггер, подтверждающий, что можно дальше толкать фондовый на рост. Ну, даже триггер на то, что надо фиксировать фондовый, пока тоже не прошел. Соответственно, будут либо потихоньку толкать наверх, но весна, это бизнес-сезон, и частенько можно весной увидеть неплохую, неплохую тенденцию неплохую. То есть, в принципе, мартовский контракт был неплохой по динамике и с 250-й ушли на 2,400, в принципе, с начала 2017 года. Ну, неплохо прошлись. И тут у нас все сложнее и сложнее расширять котировку. Будет все внимательнее следить за всеми экономическими показателями. Начнут уже, я думаю, присматриваться даже к безработице, какая инфляция, потому что до этого несколько лет просто процентная ставка меняется или нет. Попросту пузырь надували и вкидывали, вкидывали, вкидывали. Вот такая у нас активность по сессиям на склейке с прошлым контрактом. Тут прям можно зафиксировать такой сильный дисбаланс. Вы видели, сколько по проценту перевес я выставил на фильтре. И даже этот фильтр не особо скрыл таких вот агрессоров. Смотрим на дельту. Удивительная дельта была вчера. Прямо все, что было, и все исчезло. Соответственно, корректировка и такой флэтовый сессия после нулевой... Ну, то есть, де-факто нулевая сессия. Дельта не на байрах, не на солярах простояли. Не могут пробить вот эти коридоры. Более точно, 85-ю. И вот у нас мощные такие ребята стоят. После фонки, кто смотрел за S&P, там S&P шел наверх. То есть, давайте лучше покажу на графике. Ну, вес Bank of America, влияние его хорошо. Тут, бесспорно, Mastodont. Вот, это сессия 15-го на 3-го. Bank of America синим цветом выглядит. То есть, и вот так вот все крупные банки JP Morgan и Wilma Sachs ушли на снижение. То есть, можно даже JP Morgan посмотреть. А S&P так очень матера шел наверх. Сейчас мы точкой чего-то сместим. Вот, видите, абсолютная нестыковка по тенденции. Причем, это не на тиковом формате. Это конкретно всю сессию шли в разнобой. Поэтому сейчас наблюдается вот такой вот флетовый формат. Вот, видите, JP Morgan дальше продолжает расширение на шорт. То есть, можно в понедельник, вторник не удивиться, если начнут уже и на S&P дисбалансировать на продажу. Давайте посмотрим более детально уже на 15-ти минутке. Так, сейчас проверю даты. Все правильно ли? June. Так, 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 так. Все правильно. Это мы можем отключить пока. И Выделим ядро тут за среду, четверг и пятницу. Вот эти сессии пока не ждут подтверждения, либо триггеры какой-то. Ну, в общем, банки начали уже потихонечку на юг посматривать. Собственно, если с понедельника не будет резкого разворота на все 180 по банкам, S&P нужно будет подлавливать, поджидать на идентичную активность. Могут, конечно, коварные на неделю растянуть, они такие, ребята. Значит, ядро тут 76 по 89, еще немаловажный уровень, который стоит обязательно выделить. Это то, что вот после заседания наследили все, кто мог там оставили свой след. И пока каким-то чудным образом этот уровень послушно не пробивает. Возьмем его в качестве сопротивления. Ну, по крайней мере, мониторить его необходимо точно. Вот здесь вот очень много дельты на шорт. На следующий день подтверждают тоже по тем же ценам начинают продолжать. Тут вот прям четко оставили дельту. И пятница. Вот как будто там все. Стоп, 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 стоп стоит. Нельзя дальше котировку толкать. Потом у нас... Вот здесь немножко дельту... Дельта разошкаливала на покупку. Вот, поэтому пока вот еще удерживается вот эта сессия. Но посмотрим. Кумулятивная дельта за неделю у нас вышла за счет вот этого роста 14-15 числа. И стоит на уровне. То есть, она не растет. Соответственно, есть противовес по селерам. И вот немножко прибавили под конец. Пытаются пятницу закрыть повыше. Возможно, это последнее... На последних силах... По сути, как бы тяжело они как-то реверсивную сессию формируют. Поэтому, если СНП атакует в понедельник 74-й, вы можете сюда alert поставить. Ну, собственно, давайте поставим. Убираем alert и просто ставим на 74-й. Мониторим, насколько там будет поддержка заинтересована в защите этого уровня. Если там пройдут и не заметят, тогда ловим их на шортах. Ядро. Тут как раз и аккумулируется вот эта ликвидность. В понедельник, вторник могут потихонечку сползти. Либо еще, как и сценариев, который вполне может пройти перед движением на шорт. То есть, у нас получается в треду петролиум с продажами новых домов. И процентная ставка по Новой Зеландии, если не ошибаюсь, в среду тоже. Вот они могут тащить до макушки и потом немножко слить за банками, если банки продолжат. Если торгует СНП, посмотрите, как неделю закрыли банки обязательно. Ну и нефтяные компании, которые уже просверлили всю планету, чтобы достать эту нефть. Так, ну вот такие уровни необходимы на следующую неделю. Еще одна массивность, которая как поддержка учитывается за счет вот этой активности. Здесь неплохо так, очень коварно себя вели. Благо, что правила техники безопасности не разрешают в такие сессии заходить. Ну, перед фомкой, допустим. Очень часто бывает просто такая жуть. Никакой системной торговли. Понедельник это вполне могли быть сбросики из топорей. Реверсивная сессия. Поэтому тут как поддержка обязательно берем 62 по 60. Вот здесь участок. Я просто объединил эти уровни и вот этот массив на самом минимуме. Но это как бы два массива. Ну, тут буквально там 1 доллар мы соединили этот уровень. И, собственно, сама вот формация понедельника вместе со средой, то, что на Европе набросали, тут по ликвидности тоже не слабенько. Поэтому либо сценарий сбрасывают ребят, которые тут набирают покупки. И здесь на 70-е там ждем соответствующей поддержки. Таким образом у нас будет просматриваться уже и направление динамики. И пока не повысит процентную ставку, в принципе, она может и до 500-ки дотепать. Вот. При покупке, если будете, допустим, с 70-ой ловить, либо уже после возврата на массив ядра недели, следующий коридор будет проблемный. Вот этот прям очень важно для тех, кто будет на покупках работать, чтобы этот коридорчик прошли. Ставить алерт за 84-ую, на 85-ую можно ставить. И потом уже потолок недели. Это 88-ая. А если более точно, 88-ая, 75-ая. Позиционирование рынок сейчас находится просто у потолка. Там чуть-чуть до 400-ой идти. Но в общем там за полгода, если смотреть за квартал даже. Ну, надо основательная площадка для того, чтобы позиционно, среднесрочно запрыгивать на бай. Так. Ликвидность идет ровная, поэтому они ждут какой-то информации. Ну, в EWP пляшет как раз на ядре, тут все в норме. Идем дальше. FESX, я так понимаю, в DAX мало кто торгует, мы их пока не будем рассматривать. Как только появятся желающие, тогда уже будем их затрагивать. Просто, чтобы не тратить время, у нас много времени ушло на рейтинг. Ну, раз в 3 месяца, я думаю. Огромное количество тиков на RTS, поэтому вот так вот идет загрузка долго. Очень волатильный инструмент. Точно так же рубль, очень много тиков. И эти данные нужно подгрузить. За счет того, что идет трансляция с ПК, то есть канал в интернет немножко перегружен, поэтому вот так вот приходится подождать. Ну и за 2 года каждый тик, представляете, каждый трейд, каждый тик грузится сейчас с серваков, чтобы мы с вами посмотрели, что там на RTS за 2 года произошло. То есть данные структурируются и разложены по полочкам каждый трейд, каждый тик. Так, ну что, смотрим на открытый интерес. И June 17 по сути начинает уже более-менее наполняться активностью вот сегодня. До этого была фиксация такого движения со 120 на 104. Посмотрим сейчас, что там по ликвидности. Крайне интересно было всем тут ликвидно. Видите, точка проторговали очень-очень неплохо. Сейчас мы по дельте посмотрим. Тут такая вот коварная ситуация. Либо фиксация шортов и, соответственно, дельта, в принципе, нормальная. Либо уже открывали на новом контракте. Для этого нам нужно отключить склейку и чисто June 17 посмотреть в разрезе дельты и открытого интереса. Вот именно на склейке можно там запутаться. А вот отдельно, конкретно данные будут подгружаться за June 17. Ну, свежий контракт, который только эти данные и всё. Март не будет подгружаться. Итак, вот у нас свежая сводка. Ну, похоже, тут выпрыгивали те, кто каким-то образом начинает вот здесь работать. Десятка, десятка шорты в основном. Ну, это по части могли быть спокойно арбитражники, которые как раз вот новый контракт используют для своих корыкстных целей. И почти 16 тонн. На новом контракте дельта сегодня и вчера было аж 1200. Хотя ликвидность была вчера 700 тонн, сегодня почти 700. Ну, две сессии около 700 тонн. Крытый интерес тоже у нас набирает обороты. И дельта на стороне байера. Отметим важные локации за эти несколько сессий полноценных. То есть, там, где ликвидность была слабая, ниже стандартного. Вот видим. Ну, можно уже учитывать там 346 тонн, как более-менее наполненной ликвидностью. Ну, вот здесь уже так чётко. И у нас идёт тестирование. Стоит 11500. Соответственно, реверсивная модель подходит к завершению. И сейчас смотрим. Дельта 2.4. Не самая там сильная дисбалансировка. Ликвидность огромная, а дельта всего лишь 15. То есть, ну, вроде как и оборотистые идут, но в КПД этого дисбаланса не особо огромная. 108.600 по 109. Это за 16 число в качестве поддержки. Присмотритесь. На всякий случай возьмите на заметочку. И вот у нас идёт 109.700, 109.850. И прям в верхней части уже коптировочки возобновили свою активность батальоны байеров. Так, мы выделим отдельно. 110.850 по 111.150. Такой плотный коридор активности байеров. Открытый интерес растёт. Дельта на стороне байеров вполне могут. Если закроют на потолке, вечёрка толком не унесёт вниз котировку. Ну, ещё сравните по фондовому рынку, как там обстоят дела. Вдруг там тоже все банки ушли на шорт. И это на самом деле выброс вот этих селлеров из позиций. Значит, по, давайте, уровням, которые могут пригодиться с прошлого контракта. Итак, вот этот весь падающий процесс. Ну, здесь дельта чётко удерживалась на стороне селлера. Вот. С 15 по 28. Мы возьмём сейчас, замерим эту всю локацию. И выделим непосредственно самый плотный массив по дельте. Чтобы не прикидывать, не рассчитывать, а программа сама посчитает за нас. И вот у нас этот, собственно, профиль сформировался по дельте. Да, тут прям глаза разбегаются. Ну, точно. Вот нужно взять 15600 плотненько вот до тоже 114600. Округлим. А это у нас первый коридор. Мы подписываем его. Угу. Потом плотненько вот поработали, начиная с 113800 по... Вот этот уровень. 112... 450 по 113800. Ну, здесь два, на самом деле, массива. Ну, чтобы не было кучи линий, нагромождение, я обычно объединяю их. Там вопрос копеечный. Пробел этот. И подписываем. Селл 2 уровень. Тоже рекомендую подписывать, потому что когда куча линий, потом начинаешь уже тратить время на то, чтобы вспомнить, что там за линию ты поставил. И это, собственно, отвлекает. Ну, и вот третий локейшн. Селл 3. Тут агрессивно, быстро набросали. И очень тесно так. Прям как будто под заказ. Это вот те коридоры, которые в ближайшее время, если будут все-таки продолжаться на 112-е движение. Вот здесь первый массив до 112, даже, можно сказать, 113. Тут две сессии постарались. И потом уже идет 113-300, 113-800. Потом Селл 1 уровень. Тут плотненько 4 сессии простояли. А вот такие у нас успехи. В общем, смотрим. А это у нас процентный перевес. И стоит обратить внимание на те участки, которые прям в ложу очень выделяются. 112 по 112-700. Тут у нас баланс максимально ярко выраженный. И 114-400 по 114-700. Это я корректирую самые-таки агрессивные по дисбалансу коридоры. Это самые агрессивные точки. Видите, по дельта проценту здесь прям зашкаливает. Причем, часть этих точек без особого крупного объемного массива. Это тоже такой здесь момент. Важно не... Там... Огромный ярд ликвидности, а непосредственно... Кто там контролировал активность, да и все. Значит, поддержка имеет право быть. И мы ее берем с вот этих лоев. Сейчас мы это установим быстро. И эту сессию не беру, так как тут явно тащили до последнего, чтобы прям всех селлеров, байеров, может и тех, и тех выбросить из рынка. Так, чемпион по активности на покупку. Коридор 106-850. 105-700. Ой, я совсем забыл, никто не напомнил. В следующий раз, если вам не сложно будет, напомните, чтобы я начал в Wall Street Online не с S&P, а сразу с российского рынка. Так как многие смотрят Wall Street непосредственно на российский рынок, чтобы им не ждать целый... до половины Wall Street Online. Вот. Так как некоторые уже укладываются спать. Кто-то спешит. Окей. Просто я вам опять могу забыть. мы договорились уже с прошлого Wall Street Online. Сразу с РТС начинать с рубля. И вот опять забыл. 105-700 и 106-850. Тут из двух таких активных участков состоит коридор. Но мы взяли такие самые и объединили их. не забываем про вот эту активность. Тут прям 109 ярко выражено с этой сессии. Весь сегодня и ушли вот с этого уровня. И на макушке там оставили у 110-850. пока торгуются на 111-500. Это хороший показатель активности байеров. Давайте посмотрим сколько у них на новом контракте. они фактически как полагается быкам. Сессия за сессией побеждает уже ну 3-4-5 6-ая сессия идет. Поэтому корректировку до петролиума под петролиум возможно это будет происходить. и изюминка на тортик будет уже процентная ставка в пятницу. Опять напоминаю очень важное событие если торгуете РТС это крайне экономический маркет мувинг индикатор. Вот. Очень мощно 4 сессии так идут. Тут расширили неплохо. Тут открылись на максимуме простояли хоть и во флейте но удержали байеры. Это хороший показатель и тут и толкают прям под потолок. Неделя закрывается наверху поэтому активность на наиболее выражена. Видите как WP оп отработали и сто процентов в каком-то банке смотрят Wall Street Online и начали использовать WP в своем арсенале. Шутка. А когда сказал S&P 500 тоже интересно но не сразу то есть просмотрим российский рынок потом уже будем за рубежку смотреть. Я предложил такой вариант чтобы те кто непосредственно Артес и Ругуль хотят просмотреть. Я пропустил СЕСТ не смотрел и не читал даже еще сводки. так ну уже сказал нужно обязательно убедиться в этом потому что сегодня одно завтра другое и всякое может быть вы должны готовы быть ко всем сюрпризам так что это недельку да мы смотрим как видите сбросы идут каждую сессию и они так вот открываются потом выносят всех открываются выносят всех и вот только здесь как-то они замешкались и не вынесли всех сразу ушли на рост поэтому модель повторялось два дня подряд даже фактически три тут жестоко всех уничтожили вот во вторник 14 числа открылись и уничтожили прям до 104 950 потом только встали на следующий день то же самое было тут поменьше уже 16 числа но модель как видите повторяется поэтому возьмите на заметку в РТС сейчас работает в таком режиме но она может повторяться еще на следующей неделе так как это скорее всего одна и та же команда проворачивала раз прям подряд такие модели это сто процентов одни те же махинаторы поэтому на следующей неделе их тоже можно встретить и кто встретит передавайте привет пускай так не делают это нечестно так видал булупи на 110 400 соответственно как только уходит РТС ниже аккуратнее следите за динамикой ну первая неделя как-то уверенно себя ведут байеры очень уверенно массив 109 500 по поймали 108 300 это ядро недели и оно сформировано за счет четверга очень очень тут оставили неплох объема кумулятивка у нас вот такая была потихонечку байеры вседают и возможно в следующей неделе даже возьмут а по дням тут лидирует четверг соответственно и пятница так по открытому интересу мы уже смотрели в общем позиций очень много открыли как раз вот до штатов вот этот массив то есть вот это ядро оно по большей степени сформировано именно открытым то есть самая ценная часть этой сессии вот она потом то закрывали выходили фиксировали это уже в топку то есть это более надежная часть сессии там массивы нужно взять на вооружение так 108 800 это вот эта часть рубль хорошей рейтинг S&P повысил рейтинг России до позитивного нормально позитивно сейчас сессии классная позитивная рейтинг там как-то они по буквам АА ББ а это стабильный вообще прям инвестируй не хочу вот ну еще пару раз Трамп с Вовой встретится я думаю там еще повысят что нет так и продолжим у нас еще рубль еще кучу всякой финансовой прям вот точь-в-точь скопировали откуда копировали с какого новостного ресурса наверное рейтинг реально анекдот прям рассмешили так ну в общем-то подгрузился у нас рубчик сейчас мы посмотрим картину за два годика ну как начали с 60 ну с 3-х шестерочек где они тут у нас вот три шестерочки видите уровень такой заколдованный прям и это продолжается у нас и продолжается уже сколько месяцев подряд около 4-х около 4-х как минимум и удивила тут флетовая формация на феврале на феврале и продолжение пока идет вот в марте на новом контракте открытый интерес вышли пока на 3-100 были на прошлом контракте пиковые 3-700 значения и все то есть в принципе вот обороты уже неплохие 3-миллиона это на прошлом контракте была такая активная часть период контракта то есть пиковая у нас 3-700 а вот как только 3,5 будет открыт интерес это уже повышенная заинтересованность к рынку смотрим у нас по дельте 2-го числа видимо зафиксились ну-ка да зафиксились так и что у нас есть у нас есть очень плотная формация это 58 850 тут прям для точности можно взять замерчик сделать это на руку очень удобный инструмент тем кто еще начинает пока с объемами работать и с уровнями пока привыкает к локациям то есть это незаменимо не стесняйтесь включайте этот кастомизированный профиль выделяете участок который вам необходимо и вот сразу и зона стоимости зона стоимости тут у меня я обычно 40 либо 50 ставлю потому что 70 это уже из той эпохи и все что попадает в зону стоимости это объемное ядро таким образом вы точно не ошибетесь и правильно выделите объемный заряд так так это я оставлю сразу на массивность ядро пока вот этого всего раз два три четыре пять шесть сессий конкретно пятьдесят девятую формировали и у нас пятьдесят восемь четыреста после вот такой вот сессии давайте без клики сейчас проанализируем новый контракт Австралия держит три а потому что она находится очень далеко от всех и никто не знает что там происходит я думаю поэтому там три три буквочки а но на самом деле экономика там просто изолирована от этого бардака который происходит вот здесь Европа Америка туда-сюда канат тягает вот и вот поэтому там менее задействован весь этот механизм я думаю что по этой причине так ну плюс они там поставляют на Америку кучу всякой сырья так это у нас июньский контракт в чистом виде как вот и должен быть значит мы включаем ликвидочку и по сути у нас разговаривать можно уже с 15 0 3 16 и 17 до этого все не считается дельта вот такая вот коварная 118 мы их выделим сейчас вот этих ребят тут прям можно смело хватать 159 770 и до 59 480 коридор хоть и не самый ликвидный но тут очень очень постарались селлеры прям вот даже настолько 118 перевес 3,5% неплохо сейчас мы сравним с спотиком интерес вчера набирали очень активно и сегодня значит вот этот уровень еще чуть не забыл видите здесь быстренько быстренько ошурстанули и прям не смогли удержать китировочку ушли вниз это ближайший уровень сопротивления который даже можно пощупать понедельник на предмет блокады собственно если даже этот коридор не осилят с понедельника откроются там помучаются и тогда уже продолжение будет могут до среды либо до скорее всего до среды в среду там раскачивать начнут в четверг под процентные ставки новой зеландии там под штаты увеличится волатильность и в пятницу застынут в ожидании 13 30 выйдет решение по процентной ставке и всех 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 начнут по волатильности выносить поэтому осторожнее не просто так предупреждаю рубль может волатильность за 15 минут показать все движение контракта за 15 минут может быть перед глазами можно и посидеть и дарьящи потерять и все что угодно может быть в общем вот такие у нас в уровне сопротивления кто на шортах раз два три четыре сессии подряд идет на шорт ликвидное три но идут очень так жестко чисто психологический уровень 58 170 тут минимум там будет толпа проявлять активность поэтому могут немножко притормозить их покромсать и самое главное после этой коррекции чтобы вот этот уровень пробили тогда агрессивность удерживается и мы переходим на спот вот хорошо что есть михаил и поправит и дополнит я совсем забыл про китай там действительно у них китай япония еще тоже ну там Австралия басная часть пустыня причем такая жестокая пустыня они там на берегу живут говорят там экология получше да и уровень жизни неплохой но далеко находится очень далеко так так нужна дневка вот так у нас ситуация на споте выглядит что мы видим мы видим дельту которая очень редко на споте появляется это реально за сессию результат дельты на стороне селлера хоть такой мелкий но это видите достаточно не часто такие подарки происходят вот две сессии подряд у нас были селлеры смотрите что в результате они с этим уровнем делают видите вот здесь эти две сессии раз два три потом у нас было чуть ли не четыре подряд буквально один перерывчик был вот у нас одна сессия 29 тонн но для агрессоров на покупку это ничто поэтому мы берем как пять сессий и плотная часть тут прямо напрашивается все 9 и 9 с учетом того что проискинул 0.5 можем этот пока оставить уровень так как он уже отрабатывался три раза более свежий массив вот пока его не пробьют у нас вполне все спокойно в багдаде и 15 и 16 число по 50 тонн каждая сессия на стороне селера двигаются очень быстро значит уверенно себя чувствуют очень уверенно и так где это все произошло а вот действие селеров 58 и 7 тут ну не часто встретишь такие агрессоры на продажу как раз в начале контракта кто-то видимо хорошенько затаялся и две сессии начудили на 58 и 58 20 вот это сопротивление точно возьмите на заметку это свежие самые свежие уровни в новом контракте ну я имею ввиду рубль на споте то там нон-стоп синхронизация с фитерсом контракта практически так и прям вот смотрите что творится у нас на минимуме там что-то видимо бросили до 50 тонн возможно зафиксили вы видите полмиллиона 58 353 тонны это ликвидность на стороне бит 300 тут по 200 штук 200 200 300 полмиллиона так 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 80 и 145 ну коридор обязательно этот возьмите пока его сессия даже не тестировала этот коридор пробовали и 125 тонн бросили и ушли оттуда здесь на расширение вот пошли пробивать 50-75 набросали еще немножко ликвидности но тут уже 50 тонн скорее всего вот эти вот ребята и фиксировались если даже в голове сложить вот этих агрессоров как раз получится здесь то что они набросали ну не тютелька в тютельку но там еще за ними может и висит остальная часть здесь у нас ну грубо говоря там 17 плюс 14 чуть больше тридцатки и 27 там еще за ними 10 10-15 тысяч и тогда они похоже вышли вот эти ребята поэтому корректировка и вот ближайшие 250 296 тонн на стороне селера там дельта была суммарно по уровню 50 штук на стороне селера вот такие на споте события 57 тут прям начинается такой психологический драма триллер все все перемешку поднимали видите тут 836 дельта только дельта почти миллион это не слабенько так дисбаланс у нас 3% тут было 13 и полтора вот там где стали ну ключевая сессия была вот в районе 59 58 10 так продолжим еврик значит все труднее труднее тащить этот фьючерс на покупку с такой дельтой крытый интерес на удивление не ажиотажно вообще работают то есть аномального какого-то открытия ну набрали они в начале вот они с 12 числа уже вышли на обороты свои и не существенно прибавили сегодня и чуть-чуть добавили вчера вот этот уровень поддержки точно надо взять тут две сессии прям наследили байер на новом контракте и тяжело как-то пятница видите не на максимуме закрываются такое ощущение что вот к вечеру даже уйдут ниже 775 если это произойдет можно более уверенно брать 77 по 97 в качестве возможного уровня сопротивления в понедельник могут на импульсе просто на евросессии уйти резко на ну как минимум там на 75 и 74 сбросить ребят которые на поддержке на 76 отстоялись а там уже будем смотреть но позиции открывают а дельта там два дня где открывают там везде шорты а вот и ликвидность видите уменьшилась чем выше рост тем канал ютюба просто вбейте wolfx wall street онлайн там не промахнетесь точно сразу будет в поиске сразу сейчас просто под рукой браузера открытого нет и если у кого-то в чате есть там под рукой ссылка на канал александру помогите сбросим так если не сложно заранее спасибо контрольные точки это вот до 71 если еще будут удерживать там на 72 то есть вот этот импульс который создали 15 числа по ликвидности он самый пока рейтинговый помимо 10 числа корректировка корректировка может быть как раз вот попробуют пощупают и ниже 76 могут запросто откорректироваться под процентные ставки в новой зеландии возможно там какие-то сильные изменения по петролиуму как то ну я думаю даже если в пятницу в 13.30 сильно какой-то будет изменим по процентной ставке то еврик точно задергается вот и как раз под эту тему будет сильный сброс позиций так фунтец уже одинокий брексит круто да торгуется фунт последнее время как только стал самостоятельным взрослым уже покинул вот такая канальная активность причем усиливается и усиливается динамика прям на удивление давайте посмотрим на больше таймфрейме там сценарий будет видно и так уже порядка 5 дней вышли на нормальный оборот тут прям в открытой наверное будет по дельте да 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 все правильно до 10 числа тут все было неплохо на стороне байеров возьмем это как поддержка учитываем сколько тут у нас 4 сессии подряд идет рост и последняя сессия из этих 4 идет трудненько на рост и даже дельта у нас 1100 фиксация байеров да там фиксируется и это понятно почему теперь там дельта такая судя по всему целеры там еще не зашли агрессивно поэтому хоть и фиксируется но дельта особо не зашкаливает вчера было вообще на покупку вот было почти 5 тонн дельта это 9 числа то есть ну вот эта дельта она по большей степени на фиксации и цена торгуется на потолке то есть потолок пятницы потолок недели как-то уж не особо эта фиксация повлияла на общую динамику немножко притормозили но вот и все похоже что в идеале будет дождаться коррекционного момента либо в среду либо в четверг потенциально ожидать точку входа после коррекции так как после такого движения и там котировка на нормальном аукционе стоит даже при дельте на продажу пытаются потолок расширить похоже что байеры как-то очень уверены и под пятницу не могут успокоиться и дальше и дальше толкают цену площадка уже с 145 2535 тут вот проблемный левел и там уже внимательнее по валютам закончим на индексе доллара ой у с Schluss x 5 5 и с с 20 21 так вот у нас индекс доллара 102 для него показалось неинтересной прям 4 сессии конкретно показали что нам не интересен этот уровень по открытому интересу пока вот набирали позиции с 9 числа вышли на 74 и на этом пока все вот тут две сессии открывали сделочки мы сейчас их ну а сегодня фиксация это нормальное явление фиксируют там даже дельта должна быть на покупку прям как в воду смотрел видите так что то у нас более мы раньше не настроен да думаю что такой кластер не красивый неудобный в общем сопротивление первое которое очень внимательно мониторим 100 точка 4 100.6 тут 4 4 4 1 3 6 9 0 3 3 6 0 по 3000 ну суммарно тут за две сессии неплохо набросали на самом деле вот и с учетом вот этих 5 тонн в противовесе там 6 100 вот дельта всего лишь 400 контактов то есть фиксация продаж и соответственно покупок много не прибавилось и открыто интересном пока чуть ниже от 74 ну не критично но пока вот не все вышли это просто был сброс перед выходными тактически тактически сколько у нас вот сессия только падала получается так 3 дня вот они застыли коррекционный момент тут пробуем мониторить и 101 тут в аккурат прям вложились как уровень еще один сопротивление то есть в идеале конечно до 101 дождаться если там будет хорошая защита со стороны соляров там запрыгнуть в поезд который идет на юг и к июню как раз к теплому морю приехать на таком поезде было бы отличным так дельта пока подтверждает наше положение и б сель реверсивная модель качели на сельке дельта на покупку и кумулятивная за неделю это вот кумулятивная дельта за неделю с 13 числа это со склейкой давайте на дневку перейдем там будет важно еще увидеть итак у нас с 13 числа тарятся даже самый хитрый с 9 числа открытый интерес если это такой да да открытый интерес с 9 числа только прибавляет тут само собой в такой сессии можно и запутаться поэтому там нормально такая активность и дельта с 13 числа не может успокоиться на байере в основном поэтому у ртс есть огромные шансы весь этот шорт который был в феврале марте потихонечку потихонечку закрыть так 19 18 с половиной так ну более плотно вот она 49 25 49 4 возьмем тут две с половиной тут 5 8 до 49 то есть это еще в принципе желательно чтобы не ниже 49 если будет удерживаться нефть а она там уже 5 сессии или 6 стоит все любые колебания здесь в коридоре мы пока игнорируем как по мне то есть я бы дождался пробития 49 5 так как минимум потом вот здесь уровень проблемный 49 65 но как только уход ниже 49 единственный вариант это вот такие качели еще увидеть только уже после пробития возврат обратно начинаем возобновлять мониторинг на покупку вот именно такие же маневры должны устроить сейчас бренд ну там получается у нас если все таки пробьют 50 вот location 50 65 по 51 3 на сопротивление сейчас попробуем успеть уже полтора часа думаю успеем так смотрим открытый интерес что там у нас ухты тут экспирация видимо у нас сюда в общем дельта на фиксации была оптимально но потом она как-то уж очень быстро утихла возможно фиксации закончились и собственно активность тоже позади 51 30 это на бренд крутой который на айс по 51 и 8 тут три сессии плотенько ну и плюс вот этот массивчик неплохо бы выделить 5 и 1 тут сброс топорей был 14 числа эту сессию качели можете прям за скриншотить в архив сохранить и как только увидите половину такого качельного формата то вторую половину качеля уже можно взять попробовать 55 1 пропадали 53 и 75 ну купить 54 даже возможно начнется с 53 могут быть проблемчики так ликвидка начинает тоже падать а соответственно скоро расширение ну в среду точно в понедельник вторник могут в болтаться между 51 52 53 там максимум 53 до WP еще дотянуто и там под волатильность уже будет понятно и последний у нас золото и потом уже 6А в самом конце так сейчас золото подгрузится так 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 то и это вот такая вот фикса идет сейчас по апрельскому видам и мы отключим пока вот тут был видаблый мы как раз вышли чуть выше 17 16 смотрим на дельте в общем каких-то ярых и матерых скупщиков буквально два дня было без аномальных каких-то выбросов то есть то берут то сдают то снова атакуют но покупки пока еще не в открытую формируются то есть тут у нас задержанная такая формация сто двенадцать тридцать три по двенадцать сорок раз массив здесь формирован как видите достаточно много дельты на short особенно вы второго на третьего в общем пришли они на сопротивление де-факту протестили 34 и 37 с половиной возьмите на заметочку потом у нас идет уже коридор в двенадцать сорок три по двенадцать сорок шесть половиной поддержка нас 08 по 12 но три с половиной тут всю эту бочку сформировали именно в этом коридоре и напоследок 6 австралия 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 и удерживают пока видите дельта на движение бара на рост ну вот здесь активность не потихонечку появляется на открыли позиции там дельта хоть и нулевая 130 90 62 точно alert за макушку ставим и пробитие минимума 76 48 ядро по 76 88 по 76 55 тут и объемная составляющая максимум за этот период давайте на классы по файле еще глянем так 6 австралия ну в австралии видите тут фиксации само собой пока вот 76 55 в качестве поддержки тут даже чуть добросили болтаются у максимума недели 77 откровенно за шарты стоят три дня ну в общем границы кто пробьет тот и победитель сброс перед покупками может быть даже до вот этих 76 05 75 80 скинут на тех кто на покупки и потом только будут продолжение формировать достаточно быстро прошел импульс три с половиной дельта сейчас глянем открытый интерес ну вот две сессии прибавляют тут как бы несущественное изменение было совсем чуть вот так вот на сегодня все спасибо что пришли всех еще раз с хорошим закрытием мартовского контракта запись будет на ютюбе и просили передать после видео если понравится поставьте лайк для поддержания youtube каналом чтобы его немножко расшевелить хороших выходных до следующего волосит онлайн всего наилучшего до свидания пока